22 июля – День памяти священномученика Константина Лебедева. «Посему я все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечной славой». Будущий священномученик Константин родился в 1884 году. Проучившись в духовной семинарии, стал служить псаломщиком. Через некоторое время вступил в брак, после чего в апреле 1909 года был рукоположен водиакон. В 1912 году состоялось рукоположение отца Константинов – священники. Довелось отцу Константину некоторое время служить с протереем Иоанном Богомоловым, блестящим проповедником, немало потрудившимся на поприще разъяснения учения Святой Церкви. Особенно он был известен своими антираскольническими беседами. Служение с таким пастырем дали отцу Константину опыт, который впоследствии пригодился батюшке, когда его перевели в село, где более половины населения было в расколе. Много мест поменяла семья Лебедевых. Очередной и последний переезд семьи состоялся уже перед революцией 1917 года. В небольшом поселке, в отличие от предыдущего, расходников почти не было. Население держалось православие. Священные после возникшего еще до приезда батюшки пожара восстановили храм за свои средства, сделали новый иконостас золоченной резьбой. После революции, несмотря на царящий красный террор, отец Константин никуда не уехал, а остался служить в своем приходе. Волна безудержных расправ большевиков над беззащитными людьми прокатилась по всему уезду. В местной газете так писали об этом времени. Большевистский волк много бед натворил среди пастырей и овец крестового стада. Процент замученных и расстрелянных духовных пастырей в нашей епархии значительно выше процента пострадавших христиан, рабочих и интеллигенции. Как будто большевики всю свою демонскую злобу выместили на духовных лицах, подвергая их всякого рода истязаниям и мучениям. В некоторых уездах духовенство истреблено чуть ли не поголовно. Каждая неудача большевиков на фронте отзывалась ужесточением насилия. Оступление красных из какого-либо населенного пункта непременно влекло за собой расправу над жителями. При выборе способа казни красноармейцы проявляли крайнюю жестокость. Приговор «расстрел» или «высшая мера наказания» мог означать мучительные ужасные умерщвления. Но и в кровавые зловещие дни лета 1918 года отец Константин не пытался скрыться от грозящей опасности, а, несмотря ни на что, продолжал совершать богослужения. 21 июля 1918 года после литургии к отцу Константину явились красноармейцы и потребовали, чтобы он поехал с ними в полевой штаб. Доставленный в штаб, отец Константин был заперт в сторожке при пожарной охране. В ночь на 22 июля к нему пришли красноармейцы для совершения казни. Перед смертью батюшка был подвергнут жестоким мучениям. Борода вырвана с мясом, кожа на лбу надрезана и задрана, на ладонях мягкие места срезаны, сухожилия на костях рук перерезаны. Святелем этих мытарств был ночной сторож. Он слышал, как священник просил палачей поскорее его убить, а не мучить. Смерть не пугала мужа сына вострадальца, претерпевшего страшные пытки. Она была для него скорее избавлением. Обезображенное тело и ирея палачи закидали соломой и навозом, и лишь через несколько дней оно было погребено. В 2011 году на месте мученической кончины священника был установлен поклонный крест. С того времени ежегодно, 22 июля, в День памяти пастыря, после Божественной литургии совершается окрестный ход от храма к поклонному кресту в место кончины святого мученика. 17 июля 2002 года священномученик Константин Лебедев прославлен в Соборе новомучеников и исповедников. Субтитры создавал DimaTorzok